Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. Тема урока – славообразование. Готовы? Тогда по традиции начнем с проверки вашей домашней работы. Откройте тетради, сядьте удобно, найдите упражнение 21. Вам предлагалось написать две загадки, вставить пропущенные буквы, найти и подчеркнуть однокоренные слова, ну и, конечно, записать отгадку к этой загадке. Давайте проверять. Ростом разные подружки. Слышится звук Ш, но пишем Ж. Проверяем слово подружек. Но похоже друг на дружку. В слове друг слышится звук К. Пишем Г, проверяем друга. Нет друга. На дружку. Буква Ж. Все они сидят друг в дружке. Похожи слова. А всего одна игрушка. Много игрушек. Буква Ш. Нашли однокоренные слова. Проверьте, правильно ли вы подчеркнули. Проверили? Ну а теперь скажите мне, что же это за игрушка? Конечно, матрешка. Записали в скобках внизу. Матрешка. Теперь вторая загадка. Вот на краешке с опаской он железо красит краской. У него в руках ведро. Сам раскрашен он. Пестро. Отгадали, кто это? Да, это маляр. И проверьте однокоренные слова, которые вы подчеркнули. Следующее задание. Вам нужно выписать все подчеркнутые однокоренные слова и сделать их морфемный разбор. Итак, первое слово подружки. Выделяем окончание И. Подчеркиваем основу. Нашли корень. Проверьте, так ли у вас. Перед корнем приставка ПО. За корнем суффикс К. Проверили? Слово друг. Окончание нулевое. Основа слова. И в ней корень друг. Слово дружку. Окончание У. Выделили основу. Корень дружь. И за ним суффикс К. Молодцы. Проверьте слова. Красит. Краской. Раскрашен. Я уверена, что вы верно выполнили домашнее задание. А сейчас возьмите ручки. Выпрямите спинку. Не горбитесь. Поставьте ножки ровно. Запишем минутку чистописания. Я предлагаю вам, ребята, печатные слоги. А вы запишите их письменно в одну строку. Записали? Теперь я предлагаю вам составить слово из этих слогов. Подумайте. Молодцы. Я слышу, как вы составили. Слово образование. Это и есть тема нашего урока. Что же такое слово образование? Слова образование, ребята, это образование новых слов. При словообразовании создаются однокоренные новые слова с другим значением. В однокоренных словах основы слова разные. Давайте рассмотрим на примере вот таких схем. Есть несколько способов словообразования. Первый способ при помощи приставки. Мы его называем приставочным. Второй способ при помощи суффикса. Мы его называем суффиксальным. Если в образовании нового слова участвует приставка и суффикс одновременно, то этот способ будет называться приставочно-суффиксальный. Есть способ сложения двух основ и соединительное гласное между ними. Или сложение слов без соединительной гласной. И сегодня мы рассмотрим эти способы. Но не нужно путать словообразование со словоизменением, ребята. При словоизменении, ребята, в словах изменяется только окончание. А это не что иное, как изменение формы слова. Например, тропа, тропы, дом, дома, красивый, красивая. В словообразовании образуются новые, однокоренные слова с другим значением. Тропа, тропка, дом, домик, красивый, красота. Словарный состав языка постоянно обогащается за счет словообразования, образования новых слов. Слова могут образовываться от иных слов или их основ. Рассмотрим несколько способов словообразования. В первую очередь хочу сказать, что приставки и суффиксы – большие друженики, ребята. Ученые-языковеды подсчитали, что 90% слов русского языка образованы с их помощью. С помощью приставки и суффикса. Давайте рассмотрим эти случаи. Приставочный способ – присоединение приставки к целому слову. Шел – перешел, шел – зашел. Суффиксальный способ – присоединение суффикса к основе слова. Дом – домик, лес – лесник. Приставочно-суффиксальный способ – одновременное присоединение приставки и суффикса к основе слова. Береза – подберезовик. Бессуффиксный способ – это усечение суффикса. Например, в таких словах «вход» от слова «входить», «зелень» от слова «зелёный». Этим способом чаще образовываются имена существительные. Есть ещё в словообразовании и способ сложения. Рассмотрим несколько способов сложения слов. Сложение основ с соединительными гласными О и Е. Например, книголюб, пчеловод, птицефабрика. Следующий вид сложения – сложение основ без соединительных гласных – турпоход, стен, газета. Следующий вид сложения слов – вечно зелёный, многоуважаемый, вышеуказанный. Это слияние целых слов. Сложение части основы с целым словом или частью основы. Например, оргстекло. От слов «органическое стекло». Завхоз – заведующий хозяйством. Здесь вы видите часть основы с целым словом. Для тренировки выполним с вами упражнение. Возьмите ручки, запишите упражнение 22. Откройте учебники на странице 12. Вам предлагается образовать новые слова и записать эти слова. Итак, первое задание. Образуйте новое слово из слов «кино» и «театр». Замечательно. Записываем «кино», «театр». Ставим запятую. Работаем дальше. Камень падать. Составили слово. Конечно, «камни падать». Ставим запятую. Следующее задание. Правнук. Конечно, это слово «правнук». Запишите, поставьте запятую. Сам ходит. Совершенно верно. Самоход. Запишите. Я сделаю небольшую сейчас паузу. Что такое самоход? Самоход, ребята, это вид машины или транспортного средства с собственной тягой. Запомнили? Юный натуралист. Думаем. Отвечаем. Записываем. Юн над. Вам знакомо это слово? Да. Это молодые люди, которые занимаются охраной природы. Парвозить. Все ответили правильно. Записываем «паровоз». Ставим точку. Итак, ребята, в этом упражнении мы потренировались с вами в образовании новых слов разными способами. Запишите еще одно упражнение. 23. Найдите его глазками. Задание. Вам нужно составить и записать сложные слова. Сложные слова. Смотрим к сове на доску. Задание «сталь варит». Составить слово. Запишем «сталь» и «вар». В слове «сталь» корень «стал». В слове «варит» корень «вар». И между ними подчеркните соединительную гласную «е». Подчеркнули? Тогда работаем дальше. Следующее задание. Пчел разводит. Я подскажу. Человек, который занимается разведением пчел. Как мы его называем? Человод. Запишите. В слове «пчел» корень «пчел» разводит корень «вод» и между ними подчеркните соединительную гласную «о». Готово. Следующее задание. Вода падает в водопад. Записываем. Выделяем корень. В слове «вода» корень «вод». В слове «падает» корень «пад» и между ними соединительная гласная «о». Следующее задание. Следующее задание. Огонь тушит. Чем же мы тушим огонь, ребята? Правильно. Огнетушителем. Записали. Выделяем корень «пчел» и соединительную гласную «е» между ними. Следующее задание. Мышей ловит. Каким прибором мы пользуемся для ловли мышей? Молодец. Правильно. Мышеловка. Записываем. Мышеловка. Выделим два корня в этом слове. Мышь и лов и соединительная гласная «е» между ними. Следующее задание. Мясо рубит. Какой же прибор маме помогает мясо рубить на кухне? Конечно, мясорубка. Запишите «мясорубка». Поставьте точку. И я думаю, вы уже увидите два корня «мяс», «руб», между ними – соединительная гласная «о». Отличная работа. Положите ручки. Давайте подведем итог. Мы сегодня с вами говорили о словообразовании. Какие мы узнали способы словообразования? Приставочный. Что нам помогает в этом способе? Конечно, приставка. Суффиксальный способ. При помощи суффикса. Приставочно-суффиксальный, ребята. Правильно. Используем приставку и суффикс одновременно. Бессуффиксный. Правильно. Суффикс усекаем, то есть отрезаем его. И сложение. Мы сегодня с вами разобрали несколько видов способов сложения слов. Дома вам нужно выполнить задание. Упражнение 25 на странице 13. Вам предлагается списать текст. Но это не полный текст. Вам нужно дописать 2-3 предложения. По смыслу. Подобрать однокоренные слова к слову «осень». И не забудьте про разбор грамматический второго предложения. Морфемный разбор слова «маленькие» и «ветках». Запишите. На сегодня урок окончен. До свидания. Физическое насилие. Это действия, причиняющие боль ребенку и препятствующие его развитию. Это удары, побои, встряхивания, шлепанья детей. Ребенок, переживший физическое насилие, может испытывать постоянный страх. Депрессию. Трудности в обучении. Его уверенность в себе снижается. Может проявлять агрессию и жестокость в отношении других детей, также животных. Насилие может появляться из поколения в поколение. Мы часто повторяем то, что видим в своей семье. Простые правила, которые помогут родителям избежать физического насилия, любить и принимать ребенка с его особенностями, уважать мнение ребенка, уметь видеть свои ошибки и признавать их, устанавливать семейные правила, показывать личный пример, быть последовательными и выполнять обещания. Остановим насилие в отношении детей вместе. Здравствуйте, ребята! Начинаем урок природоведения. Тема урока – поверхностные и подземные воды. Но сначала давайте проверим, выполнили домашнюю работу. Вам предлагалось прочесть статью на странице 3 учебника природоведения и письменно ответить на вопросы в тетради. Давайте проверим. Первый вопрос. Что такое природа? Сверьте ответ. Природа – это окружающий нас мир, кроме предметов, созданных руками человека. Эти ответы вы могли найти в прочитанной статье. Второй вопрос. Чем предметы живой природы отличаются от предметов неживой природы? Найдите ответ. Сверьте. Главными отличиями живой природы от неживой являются их жизненные процессы. Они дышат, питаются, размножаются и развиваются. Третий вопрос. Что называется природным явлением? И привести нужно было примеры в этом пункте. Нашли ответ в статье? Давайте проверим, как вы записали. Природные явления – это изменения, происходящие в природе, такие как извержение вулканов, образование облаков, вспышка молнии, раскаты грома, радуга и другие. Я думаю, что вы много привели примеров явлений. Четвертый вопрос. Что изучает предмет природоведения? Проверяем ответ. Природоведение изучает составные части природы и природные явления. Последний вопрос. Пятый. Что вы знаете о взаимоотношениях человека и природы? Ну, об экологии вы говорили и в первом, и во втором классе. И наверняка ответили правильно. Человек дышит воздухом, питается дарами природы. Его здоровье и жизнь тесно связаны с природой. Отгадайте загадку. На ноге стоит одной, крутит, вертит головой, нам показывая страны, реки, горы, океаны. Отгадали. Конечно, это глобус. Что такое глобус, ребята? Глобус – это модель Земли, уменьшенная в миллионы раз. Так наша планета выглядит из космоса. Глобус, как и Земля, имеет форму шара, сплюснутую с полюсов. Если мы посмотрим на глобус, то увидим, что преобладает синий цвет. Это цвет воды, ребята. Голубой краской изображена на глобусе вода. Все моря и океаны на нашей планете. Они занимают в два раза больше места, чем суша. Воды действительно много на Земле. И вот такой ребус о воде в букве О-ДА. Что у нас получилось? Вода. А в гости к нам пришла частичка, капелька. И вот с этой капелькой мы сегодня будем путешествовать. Запасы воды, как я сказала, на Земле огромны. Но пресной воды, ребята, очень мало. Ее всего 3%. Остальная вода соленая и непригодна в пищу. Для питья пригодна только пресная вода, которую мы можем найти в реках, в ледниках, в ручьях и в пресных озерах. Вот сегодня я расскажу вам подробнее о водоемах. Но сначала ответьте на вопрос нашей героини Капельки. А где содержится больше всего воды, ребята? Правильно, в океане. Океанов на планете Земля 4. Тихий океан, Атлантический океан, Северный ледовитый океан и Индийский океан. Мы сегодня отправимся с вами в гости к самому глубокому Тихому океану. Воды в Тихом океане так много. Ученые подсчитали, что если бы вся эта вода была равномерно расположена по всей Земле, то она бы покрыла Землю толщиной в 2,5 километра. Только представьте, как много воды в одном Тихом океане. У океанов, ребята, есть детки. А вот кто они, вы узнаете, отгадав загадку. Обманывать не стану. Я меньше океана, но я большое все же. На океан похоже. Могу спокойным быть, могу и заштормить. Есть у меня всегда соленая вода. Вы наверняка догадались. Это море. Вода в море, ребята, очень голубая и прозрачная. Но, тем не менее, она соленая. В морях, ребята, живут удивительной красоты рыбы, морские звезды и кораллы. А на берегах очень много ракушек. Сколько же морей на планете Земля? Если мы хотим узнать точное количество, то можно обратиться к данным Международного географического бюро. На сегодняшний день их насчитали 54. Но при подсчете учитывали не все моря. Поэтому на самом деле их значительно больше. Круглое и голубое. До краев полно водою. Над водою камыши. Что такое? Подскажи. Догадались? Это озеро. Есть на суше, ребята, углубления, где накапливается вода. И когда вода не успевает испаряться, то она образует озеро. Озеро не имеет течения и не является частью океана. Вода в них, в озерах, чаще всего пресная, но бывает и соленая. Давайте посмотрим на карту Узбекистана, ребята. В стране есть несколько озер. Самые большие из них – сарыкамыш, арносай, айдаркуль. Они обозначены вот такими голубыми оконцами. Путешествуем дальше. Что же это за водоем? Бежит, журчит, волнуется. Все на нее любуются. Никак не остановится. Назад не поворотится. Правильно. Это река. Река – это поток воды, протекающий по постоянному руслу, углублению в земле. Воды в реках на планете Земля в три раза больше, чем воды в озерах. На карте Узбекистана мы видим две самые большие реки в нашей республике. Это Амударья и Сырдарья. Ребята, мы сейчас говорим о водных запасах земли. Мы поговорили об океанах, о морях, об озерах и реках. Вот эти водоемы – это естественные водоемы на планете Земля. А сейчас мы поговорим об искусственных. Да-да, их искусственно создают люди. Первый искусственный водоем, я предлагаю вашему вниманию, – это пруд. Пруд – это искусственный водоем для хранения воды. Пруды нужны, ребята, для разведения рыбы и водоплавающих птиц, а также для санитарных и спортивных потребностей человека. Следующее. Водоем – водохранилище. Искусственный водоем для накопления и хранения воды в целях использования ее в хозяйстве. У нас так много талой воды идет с гор. И вот ставя перегородки в горах, люди создают большие водохранилища. Канал – искусственная река, специально вырутое людьми русло, которое заполняется речной или озерной водой. А эти каналы нужны для транспортировки груза, людей или для орошения полей. Вот в нашей республике, в Узбекистане, очень много каналов создано для полива. Летом нужно быть особенно осторожным около водоемов. Купайтесь только там, где есть специальное, отведенное для этого место. И обязательно под наблюдением взрослых. И помните пословицу. Не знаешь броду – не лезь в воду. Ребята, мы поговорили о водоемах, которые расположены на поверхности. Это океаны, моря, озера, реки, каналы, пруды. Они находятся на поверхности. Но посмотрите, куда забралась наша капелька. Под землю. Ребята, очень много воды и под землей. Такую воду называют подземной. Основной источник талых вод – это дождь и снег. Дождевая и талая вода проходит через верхние слои почвы. Часть этой воды забирают растения для своего роста, а другая часть проникает ниже. Но тут-то она и останавливается. Она встречает водоупорный слой и остается между слоями. Давайте рассмотрим это на опыте. Итак, поверхность земли. Вот в этом стакане у меня насыпан песок. Я сейчас налью воду, а вы смотрите, что произойдет. Итак, мы наливаем воду. И что происходит? Что случилось с водой? Правильно, она прошла сквозь песок. Дальше. Во втором стакане у меня насыпана глина. Давайте попробуем налить воды. Что мы видим? Вода не проходит сквозь глину. Она находится на ее поверхности. А вот здесь я расположила камешек. Попробуем налить на камень воду. Проходит ли вода через камень? Нет, конечно, не проходит. Мы можем сделать вывод, что через песок вода проходит, а через глину и горные породы вода не проходит. Если вода проходит через песок, то такие слои поверхности земли мы называем водопроницаемые. А вот эти слои из глины и горных пород мы назовем водоупорными. То есть они останавливают воду. Итак, ребята, давайте рассмотрим еще раз схему. Талы и дождевые воды проходят через водопроницаемую поверхность земли, ту, которая содержит больше песка. вода, и затем ее останавливает водоупорный слой из глины и твердых горных пород. Но вода на самом деле не стоит между глиной и горными породами. Она проходит через отверстия и находит выход в реки и моря. Но случается, ребята, что вода выходит, грунтовые воды выходят и на поверхность. Тогда они образуют в пустыне вот такие красивые оазисы. Или, может быть, вы видели вот такой родник в горах, где вода нашла лазейку и пробралась сквозь твердые горные породы. Давайте проведем опыт, создадим свой собственный родник. Я взяла пластиковый стаканчик, сделала в нем несколько отверстий, насыпала песок, а вот водоупорные породы я заменила тарелочкой. Попробуем налить воду. И вы видите, что она вытекает через отверстия. Вот так и образуются родники в наших горах. Интересно, не правда ли, ребята? Родник, выход грунтовых вод на поверхность, на склонах, холмов и оврагах. Сегодня я еще хочу поговорить с вами о той воде, которая заключена в ледниках. Ее сковал мороз. Но это не тот лед, ребята, который образуется на реках и озерах. Этот лед состоит из снега. То есть, когда накапливается в горах очень много снега, так много, что он не успевает таять, он начинает скапливаться, спрессовывается и превращается в прозрачный лед. Отправившись на отдых в горы зимой, вы наверняка видели вот такие ледники. Это происходит не только в горах, но и в полярных областях. Итак, мы сегодня совершили замечательное путешествие. Мы так много узнали о поверхностных, грунтовых, подземных водах и о водах, которые находятся в ледниках. Нарисуйте свой плакат по теме «Береги воду». Придумайте рассказ на тему «Охраняй воду» или сочините стих на тему «Вода». Вот такое творческое задание дает вам капелька. А я попрошу вас прочесть статью на странице 7. Называется статья «Поверхностные и подземные воды». А еще попрошу ответить на вопросы на странице 10, то есть там, где закончится статья. Ответы запишите в тетрадь. На сегодня урок окончен. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Нече А.Кулакова 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 Продолжение следует... Салам, Акимал! Сен неченчі мәктəбді оқиысан? Мен 36-нчі мәктəбді оқиыман. Сенчі? Мен есі 223-нчі мәктəбді оқиыман. Мәктəбінгіз қандай? Мәктəбіміз 3 қаваттан ибарат. Кәтті ва чырайли. Сыныф хонангізді нымалар бар? Сыныф хонангізді оқтучі столы, стуллар, китаб жаваны, язов дозгасы, сыныф бурчагі, гуллар бар. Деварге турлий расымлар осылген. Біз нехам сыныф хонангіз шинам ва ярух. Сақат аллах ва яхшы бахаларге оқшині тілап көлемен. Рахмат, сенің хам оқшларинге омад тілаймен. Айз балы жаллар, хазіресе відео роликну тамашық линг. Мәктəб қаттабызе. Мәктəб. Укуп хонасы. Расым хонасы. Музика хонасы. Ошхоны. Спорт зал. Укуп хонасы. Расым хонасы. Музика хонасы. Музика хонасы. Укуп хонасы. Продолжение следует... Прочитайте текст и расскажите о своем классе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Расскажите о своем классе, отвечая на данные вопросы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...